добро пожаловать на канал hard reset info это телефон samsung galaxy 51 и это телефон замечательный простите я буду использовать много эпитетов в этом видео просто это телефон действительно прекрасно телефон относительно недорогой до процессор здесь не флагман не такой мощный все остальное ребята это просто пушка смотрите как только мы разблокируем телефон мы уже видим отчасти премиальность устройства в чем она заключается ну во-первых сканер отпечатка пальца под экраном до живые обои на супер качественном экране елки-палки как экран может быть таким красивым ну ладно это отдельная тема сейчас мы с вами посмотрим на топ фишек этого телефона именно оболочки этого телефона да я знаю что это применимо к большинству телефонов samsung но я сейчас говорю именно про этот телефон и пользователи которые только купили себе этот телефон они в основном не хотят заморачиваться о каждой фишке и его да а хотят просто взять пользоваться но для них как раз таки это видео и снимаю они могут посмотреть одно видео и ключевых функциях этого устройства узнать ну так давайте сначала я по облизываю это телефон я вам скажу что он капец какой плавный это самый плавный телефон после я не знаю чего я не знаю после какого вообще телефон на андроиде может после ванпласа или google пикселя но у них они это не считается потому что у них фактически чистый android поэтому мы их в счет не берем а поскольку он чистый они голые там примочек очень интересных фишек как на этом телефоне нет но это телефон он очень плавный здесь даже bigsby внимание ребят даже bigsby работает плавно ну сейчас я не подключил но когда она подключена даже она плавно работает а это вообще невероятно и так покажу вам несколько очень интересных фич ну во первых да я говорил что если за перейти в настройки я об этом уже рассказывал но все-таки спуститься если вниз нажать дополнительные функции секунду дополнительные функции здесь вы можете увидеть просто невероятно большое огромное количество фишек этого телефона смотрите просто просто внимательно смотреть вызове смс на устройство используйте номер этого телефона для совершения и принятия вызовов и обмена сообщений на других устройках устройствах samsung допустим если у вас есть планшет samsung вы можете отвечать на сообщение и звонки с него даже если в нем нет сим-карты до звонят вам на этот телефон поднимать трубку там по моему функция имеет место быть и имеет место даже по хвалам что я сморозил от не важно связь с windows подключите телефон к компьютеру чтобы получить доступ к смс сообщениям уведомлениям и недавним фото и другому содержимому то есть подключая телефон к windows вы сидите если у вас не мак а видно ноут с виндой да вы можете сидеть себе за ноутом в другой комнате телефон вам приходит сообщение на телефон либо же не знаю вы хотите достать быстренько фотографию с телефона да вы берете заходите в приложение windows windows фон да на этом на своей винде на своем ноуте и можете ответить кому-то на сообщение прочесть сообщение достать некоторые последние фотографии снимки экрана нажимаем сюда смотрим панель инструмент для снимков она включена и еще движение то есть да это очень удобно и финансы директор и упрощение анимации я не знаю нужно ли это вообще кому-то но есть движение и жесты смотрите включение при поднятии что это такое вот видите это можно выключить включить не знаю как она будет у вас включена или выключена но в общем смотрите как только я поднимаю телефон не нажимая никаких кнопок экран включается это и есть функция движение при поднятии если вы выключите таким образом это работать не будет двойное касание включение экрана двойным касанием можете включить можете выключить это работает таким образом нажимаете два раза на экран и он включается включаем smart отключение экран не погаснет пока вы и вы на него смотрите ну вещь отлично смотрите давайте так немножко посчитаем сколько примерно секунд ну давайте даже сделаем так чтобы было проще протестировать эту функцию до дисплей давайте так тема от экрана поставим 15 секунд чтобы он очень быстро дух перейдем сюда где мы там были дополнительные функции так давай свет вот дополнительные функции где там был движение жесты вот давайте посмотрим примерно через какое время экран погаснет мы выставили 15 секунд поэтому где-то около 15 секунд вот экран уже начинает гаснуть давайте еще пару секунд если подождать все экран выключился телефон почти заблокировался еще чуть-чуть и уже был полностью заблокировался но если эту функцию включить пока вы на экран смотрите я надеюсь камера моя лица не перегораживает экран не должен погаснуть вот видели вы это видели кнопочка увеличилась потому что он сказал я увидел твой лицо смотрим еще раз должно вот видели он опять просканировал такова на лицо твое увидел все я могу дальше не гаснуть сейчас произойдет то же самое оба лицо увидел можно не гаснуть выключая smart отключения смотрим как быстро погаснет экран тра-та-та-та-та-та-та-там тара-та-та-та-та-там все экран погас то есть smart отключение функция очень удобно я просто не знаю smart уведомление простое отключение звука снимок экрана ладони быстрый вызов ребята это пушка эта бомба это то чем нужно пользоваться game launcher включаем если вы в игры играете просто пусть будет включен если вы в игре играете он будет автоматически включаться если не играете все равно пусть будет режим работы одной рукой отрегулируйте разве размер и схему экрана чтобы облегчить управление телефоном одной рукой включаем эту вещь нажимаем на пункт и смотрим что же это значит то есть для того чтобы включить режим работы одной рукой нужно провести пальцем вниз в центр нижней части экрана пробуем еще раз по моему я правильно понял да вот для того чтобы это сделать да нужно взять то есть после того как мы эту функцию уже здесь включили да вот режим работает на рукой эта функция должна быть включена выбираете жест вот такой вот либо же то есть для такого жеста нужно будет вам нажать на кнопку домой и потянуть вниз либо же можете просто нажать два раза кнопка домой да теперь когда вы будете два раза подряд нажимаете кнопку домой вот таким вот образом экран будет уменьшаться и вы одной рукой сможете пользоваться вашим телефоном размер этого вот самого экрана можно увеличить немножечко да как мы видим так только не могу понять как его теперь немного уменьшить вот вот так вот за край берете увеличиваете его и уменьшаете вот таким вот образом это работает спасибо за то что вы эту часть посмотрели но теперь будет другая часть смотреть мы дополнительные функции вроде вы все пошли правильный профиль приложений ну кстати почему бы нет смотрите двойной профиль приложений эта вещь такая какая вот есть доступное приложение у него конечно же есть отдельная кайтом вещь что двойной которая отдельный список программ которые поддерживают двойной профиль там instagram facebook вконтакте будет поддерживать я думаю то есть нажимаете галочку нажимаете установить принять и и фейсбук сейчас все включается на там не знаю вот контакты можно было не включать не важно и сейчас фейсбук клонируется то есть это встроенная программа клонирования так скажем приложений посмотрим что из этого выйдет второй при экземпляр приложения фейсбук был установлен проверяем вот фейсбук один где фейсбук второй вот фейсбук второй видите у него значок клона у этого такого значка нет и можете пользоваться двумя аккаунтами в своем фейсбуке спокойно просто итак функция отлично я думаю я надеюсь что была полезна для вас я был полезен этой инструкции но также ребята это вообще абсолютно не все на этом телефоне вот да примерно что там у нас среда 5 февраля смахнув шторку вниз можно увидеть что сейчас у меня 60 64 процента ну и хватит этого примерно так часа еще на 4 ну если все время пользоваться телефоном часа на 3 я думаю должно хватить но есть функция супер жесткого сбережения электроэнергии покажу вам где она спрятана спускайтесь вниз нажимаете на кнопку обслуживание устройства здесь нажимаете на кнопку батареи затем нажимаете на кнопку режим питания и и нажимаете максимальная экономия нажимайте применить и ждём пока черный оптимизированный перешел ещё раз нажимаем максимальный режим максимальная экономия применить и ждем, пока телефон применит максимальное энергосбережение. ну вот и замечательно спустя какое-то время телефон полностью настроился и внимание заряд аккумулятора 63 процента и осталось ему работать 5 дней и 3 часа это нереальный результат ребят просто нереальный результат здесь есть приложение которыми вы можете пользоваться там телефон сообщение интернет настройки также можете добавить еще какие-то ну конечно же если вы добавите сюда facebook карты youtube или игроки телефон столько держать не будет но так пользуясь только телефонным сообщениями и может иногда браузером телефон у вас продержит целых 5 дней практически недели если сотка будет то точно неделю наберет чтобы выйти из этого режима сверху нажимаете на эти три точечки и отключить режим максимального энергосбережения ждем ну вот телефон успешно вышел из режима энергосбережения да это занимает какое-то время но вещь очень путная и итак дальше что еще хочу вам показать я вам на этом телефоне этом телефоне этом замечательном телефоне нажав на кнопочку дисплей вы можете выбрать пункт режим затемнения это обычная черная 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 тема темная тема для телефона на android так давайте выйдем он все переключает сейчас смотрим что тут у нас все переключается на темную тему даже поиск переключился на темную тему телефон переключился на темную тему сообщение на темную тему даже play market в темной теме galaxy store в темной теме в общем то все абсолютно переключилась в темный режим и это очень хорошо так же так же так же так же что хотел вам показать это режим защиты зрения а то есть фильтр синего света как мы знаем что синие светодиоды а тут светодиодный экран синие светодиоды они как раз таки выедают наши глаза и для того чтобы включить защиту зрения нужно зайти в дисплей и нажимаем фильтр синего и экран немного пожелтел давайте так это будет нагляднее видно когда тема будет белый потому что вот сейчас как раз таки заметите фильтр синего света нажимаете сюда и экран немножко пожелтел нажав на сам пункт можно отрегулировать прозрачность данным таким экраном вряд ли кто-нибудь сможет пользоваться скорее всего все будет пользоваться именно вот на такой вот либо же такой интенсивности максимум на такое думаю на такой уже вряд ли кто-нибудь согласится я думаю что все будут пользоваться на такой интенсивности то есть где-то 75 процентов либо же 50 ну и это как раз таки самое нормальное для того чтобы урезать самый пагубный синий с экрана и и чтобы можно было нормально пользоваться телефоном и глаза не уставали если это телефон у вашей мамы не знаю папы взрослого человека да и глаза устают начинают слезиться делайте так и все становится на круги своя также здесь мы с вами видим такую вещь как повышение чувствительности сенсорного экрана для управления устройством через защитную пленку или стекло на самом деле это самое настоящее самая настоящая кнопка которая раньше называлась в перчатках да когда вы повышаете чувствительность дисплея и и вы в перчатках да без этого специального забыла как называется контактной части чтобы можно было листать экран у вас начинает работать даже в перчатках ну во всяком случае у меня работала вы им попробуйте у себя и отпишите как-то работает в перчатках или нет также вот как они описывали если вы установили какое-то толстое защитное стекло на экран и и экран стал менее чувствительным включаете этот пункт ну и тогда она уже будет работать точно на сто процентов защита от случайных касаний естественно естественно и что там еще навигационная панель вы можете включить навигацию устройство жестами жесты здесь не самое обычное нажимаем настройки выключаем эту функцию вообще полностью чтобы можно было пользоваться жестами нажимаем жесты в полноэкранном режиме и ждем все включены жесты ну в принципе работает это дело практически как на айфоне только лучше вот так вот мы выходим на рабочий стол потягиваем мы попадаем в недавнее приложение приложение до подтягивая еще раз выходим отсюда для того чтобы выйдет выйти назад просто берем вот так вот тянемся к краю видите стрелочка такая появляется видите стрелочка появляется которую которая которая как раз таки отправляет нас назад если мы куда-то зайдем нажимая сюда мы просто вернемся назад вот так вот просто нужно протянуть и отпустить палец да просто протягиваете палец отпускаете и оно возвращает вас назад так давайте назад 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 вот то есть это так называемый безграничный дисплей что ли как еще это назвать можно вот функция такая очень интересная и полезная также если вдруг если вдруг вы заметили что ваш телефон очень сильно перегревается на быстрой зарядке вот это в том случае если вот он очень сильно перегревать такое к сожалению в некоторых экземплярах samsung galaxy a 51 случается если вы заметили что ваш телефон очень сильно перегревается ничего страшного samsung это предусмотрел да такая себе радость вам нужно зайти в обслуживание устройства батарея и отключить быструю зарядку все теперь телефон будет заряжаться медленней но зато греться не будет я включу потому что с моим экземпляром все в порядке ну вот так вот а что же еще вам можно показать ну есть такая вещь последний давайте потому что можно говорить на самом деле просто месяцами про эту оболочку она очень удобно и очень функционально но функция которой хотел бы я вам рассказать тоже она по умолчанию включена если вы заметили возможно здесь есть такой выступ небольшой если за него вот так вот потянуть откроется боковая панель приложений ее можно еще раз потянуть и еще раз потянуть и еще раз потянуть и здесь будет приложение которое вы можете перенастроить перевыстроить да можете сделать овальный скриншот вот к примеру попробуем вот сделайте овальный скриншот можете его увеличить там не знаю вот так допустим сделать нажать готово все овальный скриншот сделан можно даже извлечь текст из скриншота и вот надпись которая нашел title play now это навигация где где он его нашел я таки не понял чтобы посмотреть информацию о погоде вот он там ага он сверху ее вытянул я понял можно сразу копировать можно сразу кому-то скинуть вообще удобно до нереальности просто особенно если мы допустим находимся здесь давайте попробуем ой давайте мы находимся здесь попробуем сделать так прямоугольник это все bigsby ребята все делаем так нажимаем готово извлекаем текст копируем и спокойно можем кому-то этот текст уже вставить вот скажите вот хоть один производитель додумался до этого кроме самсунга по-моему нет я такого еще в жизни своей не видел причем в точности все правильно определил с абзацами ну я не знаю по-моему это просто невероятно ребята ну как по мне но мне кажется что такого вот действительно нигде нет и это очень сильно стоит уважения так же все елки-палки сколько можно говорить давайте я покажу вам последнюю функцию интересную которую вы можете воплотить в жизнь надеюсь она работает потому что на предыдущем телефоне который я тестировал она работала но работает на всех телефонах самсунг давайте так нужно нужно зайти в сведения о телефоне в настройках это в самом низу если что сведения то есть так состояние мак адрес давайте проверим может быть здесь эта функция потому что я уже импровизирую у меня список давным-давно закончился все таки нет отсюда этот пункт убрали и к сожалению показать я вам его не смогу потому что я попросту его уже нет при большому сожалению но во всяком случае я показал самые главные функции самые главные функции этого телефона и я надеюсь что я делаю это не зря если вам понравилось это видео если оно оказалось полезным для вас поставьте свой лайк подпишитесь на этот канал ну и конечно же если вам не сильно трудно а я надеюсь что не сильно трудно напишите там просто свой комментарий там буквально два-три слова что получится то и напишите до скорых встреч